Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, в последнее время наказывает паника, очень неприятное чувство, мне уже 28, о, 38, не могу построить отношения. Последние два года я активно ищу партнера, у меня было много свиданий, но ничем не заканчивалось два-три свидания, и дальше я четко понимаю, не мое. И так уже два года, начинаю думать, что со мной что-то не так, я хочу отношений, а потом сама же отказываюсь, при этом сильной симпатии никому у меня не возникает. Другие мужчины хотят на третьем свидании уже переходить к более близким отношениям, но мне нужно время привыкнуть к человеку, если чувствуешь, что он меня давит, начинает намекать на близость действий, у меня пропадает даже желание общаться. И при потенциально возможном развитии, это формирование все убивает. Кроме того, даже если сказать, что может не стоит торопиться, а мужчины перестают дальше общаться, я не знаю, иногда думаю, что может решиться на отношения без чипс, но с более подходящим мужчиной, стало быть, одна. С развода прошло 8 лет, первые 3 года занималась с ребенком, потом работаю, а теперь устро чувствую потребность в близком человеке, в душевном общении, сексе, наконец. Но просто кинуться в постель на третьем свидании я не могу, мне нужно испытывать симпатию к человеку, и все это очень давит, с одной стороны гормоны, с другой душевное одиночество, с третий возраст. Раньше такой тревоги не было, спасла работу и увлечение, но сейчас это не спасает, на первом плане, именно личная жизнь и потребность в ней, я стараюсь жить для себя в удовольствии, но мне, как красная кнопка, мигает эта потребность, прошу помочь советам, как быть, ну, как быть, чтобы что. Вот, если у вас не получается выстраивать отношения, нужно смотреть, как вы их выстраиваете, вот. Если мужчина предлагает вам более близкие отношения, это означает, что вы с этим человеком не выстраиваете отношения личностные, вот. А больше такой вот, ну, такой, знаете, как, лутированный аспект, то есть в виде ценностей, вот. Если у вас, как вы говорили, есть увлечение, то вот как раз по вашим увлечениям, в русле ваших увлечений, и нужно смотреть на окружающих вас людей, в том числе мужчин, чтобы в начале ваше общение строилось на личностных основаниях, и только уже потом, а все остальное. А идя на свидание, конечно, вы рискуете позиционировать себя, ну, как некий такой товар, вот. И мужчины, конечно, вот будут реагировать, ну, будут реагировать на вас так, как они, вот, собственно, реагируют. Дальше. Вас как-то пугает то, что вам предлагают близкие отношения. Вас это сразу стопорит. Это довольно интересный момент, на мой взгляд, вот, потому что, как будто бы вы себе это запрещаете, вот, эту потребность, ну, интимную. Нет, я ни в коем случае не говорю, что здесь, о том, что вам нужно сближаться с первым встречным, вот, но хочется спросить, да, если у вас есть физиологическая потребность, каким образом вы увязываете ее с чувствами. Не всегда физиология и чувства идут вместе, вот. Я думаю, что у вас есть проблемы с личными границами, потому что подобные предложения мужчин могут поступать, но это не означает, что человек не примет вашего отказа и, ну, после этого не будет с вами общаться. Он может принять и будет, ну, вполне может с вами продолжать общение. Поэтому, вот тут, мне кажется, у вас есть проблемы с личными границами, то есть на вас это давит, вы тут же зажимаетесь, чувствуя некую неуверенность в себе и избегаете. Вот. Я думаю, что действительно, кто-то вам не нравится, когда делают вам такое предположение, кто-то нравится, но нужно время, вот, и очень важно увидеть то, как вы это выражаете, то есть как вы конкретно прямо об этом говорите человеку. Ну вот. Дальше. Вы говорите, что если сказать мужчинам не стоит торопиться, они предстоят дальше общаться. Это к вопросу о том, как, какого рода отношения вы выстраиваете. То есть, грубо говоря, если мужчина так вот так говорит, значит, вы ему интересны только как интимный партнер. А если вы интересны ему только как интимный партнер, это означает, что, ну, ничего больше ему неинтересно. То есть, вы не продемонстрировали, вероятно, ему другие свои стороны. Это раз. И два. То, что мужчина, может быть, изначально ни на что другого не хотел. Понимаете? Лично мне в этой ситуации глобально представляется так, что вы сводите не особенно на свою ценность только к интимной составляющей. Вот. Либо в целом себя обесцениваете. Ну, или стесняетесь, стыдитесь. Потому что, читая ваш текст, да, у меня есть стойкое ощущение расцеда. Я не знаю, честно говоря, чем это связано, да, то есть, откуда, грубо говоря, это стыд, стыд, стыд. Ну, вот, где-то стыд вы испытываете. Ну, тревогу было бы неплохо поисследовать. Лично я думаю, что в какой-то момент, да, у вас что-то изменилось. Может быть, физиологическую потребность вы свою стали так интерпретировать. Сказать однозначно здесь сложно, но, тем не менее, то есть, вот, тревога, это про злость, про агрессию, которая обращена на, вот, собственно, вас. То есть, это такая история, когда, когда человеку нужно что-то отреагировать, да, он это не отреагирует. То есть, если опасность, то он ничего не предпринимает. Вопрос только потом, по поводу чего это опасно. Ну, например, что вы, ну, останетесь, да, вот, вы говорите, да, потребность близкого человека в душевном общении, секс. Вот это надо различать, потребность секс – это одно, а вот в близком человеке в душевном общении – это другое. Вот вы говорите, что у вас в симпатии особо никому не возникает. То есть, вы блокируете себе некую такую способность, получается, ну, проявлять, ну, вот это самое, внимание. Проявляет симпатизм, проявляет какой-то позитив, да. Очень интересно, а как вы смотрите на мужчин? На мужчину, вот вы говорите, ищу партнера. Это заведомо вы выставляете какие-то требования. Выставление требований, человек идет по пути идеализации, то есть полного отрыва от реальности, к сожалению. Вот, поэтому, я думаю, я думаю, что вам не партнера нужно искать, а общаться с людьми, смотреть, кто вам интересен и что интересно вам сейчас. А вы стали, вероятно, на себя забивать, вы стали, вероятно, к себе относиться хуже, менее внимательно, и вот это привело к тому, что теперь близкий человек должен вам показать, какая вы цена. А свою цена, вы как будто бы ничего не чувствуете, именно за счет того, чтобы не замечаете своего отношения к чему-то, вот. Ну, к человеку, опять же, к себе, да, к своим проявлениям каким-то и так далее, вот. Вот вы говорите, да, сильная симпатия мне никому не возникает. А что возникает? А по сути, ничего, вы только смотрите на мужчину, подходит ли он под то, чтобы быть партнером моим, или нет. Вот это все, что вы, судя по всему, делаете. То есть, вытаскиваете какую-то свою проблему. Так что, ваша потребность, это является, ваша потребность является обращенной собственной реакцией чего-то такого, ну, позитивного. Вот, если вы хотите, чтобы вас любили, хотите, чтобы вас заботились, чтобы вам ощущались, чтобы вас ценили, вот. Ну, так попробуйте сами ценить кого-то, попробуйте сами выразить кому-то свое возвращение, собрать, вот, когда, если можете. А если не можете, это уже, вот, вопрос. Ну, и последнее. Развод. Развод. Это психотравма. И вполне вероятно, что он, в смысле, развод, оставил на вас, ну, некий след. Понимаете? Это тоже нужно поисследовать, тоже нужно рассмотреть и, вероятно, травму после развода проработать и вам ее допрошить. Вот, потому что есть ощущение, что времени на то, чтобы это сделать, у вас не было. Не было. Вот, а это необходимо, может, 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 вероятно, развод тоже имеет влияние на то, что это с вами сейчас происходит. Вот. Как-то так, я думаю, что самый лучший способ, вот, вам не давать советы, потому что психологи советов не дают, а пойти на психотерапию и потихонечку-потихонечку распутывать этот клубок, начиная, вот, с того, что вас прям беспокоит с ваших страхов и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.